АПЛОДИСМЕНТЫ Алексей, здравствуйте! Спасибо вам большое, что вы пришли в программу нашу. И сегодня мы должны зрителям нашим каким-то образом рассказать об Алексее Глызине-человеке. Потому что мы все слушаем ваши песни, мы вместе с ними живем. И вот по песням по вашим складывается впечатление, что вы такой человек очень душевный, мягкий, романтический, хороший. Вот это правда или нет? Ну, это сложно сказать. Я не могу о себе судить. Но сказано красиво. Меня это устраивает. А вы в детстве какой были? То есть какой был маленький Алеша Глызин? Иногда меня назвали директором, потому что я ходил, выставив пузо вперед, я был такой... Щекастый? Да, щекастый. И у меня живот торчал вперед. И я приезжал, когда в гости к сестре моей мамы в Солнечногорск. У дяди Сережи был автомобиль Вандера. Это то есть еще остался вот в Германии. Ага. Еще от той. С войны. Да, с войны. Я любил очень к нему приезжать. И все время проводил в гараже. Ага. И помогал ему ремонтировать эту машину. И меня постоянно называли... В то время называли меня директором. Ну, конечно, еще же в машине сидит. То есть, наверное, важный такой, щекастый. Да, пытался давать важного. В детстве это замечательно. И оно как-то очень быстро прошло. Вот. Но в душе я такой же. А выросли вы где? Я больше с бабушкой рос, потому что у мамы была работа в Министерстве спецсообщения. И она все время была на службе, на работе. Бабушка Анна Антипанова меня воспитывала. Это было на 4-й Ленинский переулок в станции Перловская. Кольцевая дорога. Ярославка, да? Да, Ярославская, щекция. Вот там рядом. Родился я в городке Метростроя в Москве. Надеюсь, там уже есть мемориальная доска. Наверняка, если нет, мы приделаем. Поэтому это Москва. Но записывание в паспорте рожденной мытищик Московской области. В принципе, я ничего против не имею, но родился я в Москве. А папа? Папа с 4-х лет. Они развелись. Я, в общем, так, довольно смутно. Я знаю, что он тоже занимался машинами, что-то связанное с автопромом. К музыке он отношений не имел. Но говорят, что был веселый человек. А вы не общались потом, да? Нет, не общались. А это мамино решение было, чтобы ребенок не общался? Я никогда не спрашивал. И никогда мы на эту тему не говорили. Но мама говорила, что папа хотел со мной как-то увидеться. Но с тех пор этого так и не получилось. У мамы было 5 сестер. И когда меня возили в детский сад, это было в Измайлово. То есть там была станция из Маловский парк. Дальше уже не было пока станции в то время. И надо было еще ехать на трамвае. И когда меня одна из тет забирала из Перловской, я водил их за нос. То есть полдня я мог рассказывать, где мой детский сад находится. Потому что я не хотел туда идти. А что там вам не нравилось в детском саду, Алексей? Ну, потому что я ходил на пятидневку. Потому что чаще детей приводят и водят вечером домой. А я находился 5 дней в детском саду. А мне это не нравилось. Я хотел быть рядом с близкими, рядом с мамой, с бабушкой. В общем, мне не хватало, конечно, вот этого. А я в детском саду еще совершенно не могла есть. Вы могли там есть в детском саду? Это ужасно было. Манная каша такая с комочками. Это вызывало просто рефлекс не очень хороший. Я до сих пор не ем манную кашу. Я просто ненавижу. Я понимаю, да. Зато я любил рыбий жир. Прям любил рыбий жир, да? Но делать было нечего. И нам всегда перед обедом давали столовую ложку рыбьего жира. Вот, собственно, поэтому я так сохранился. А музыкальная школа когда в вашей жизни появилась? С детства увлекался музыкой. Мне очень хотелось о чем-то играть. Мне сначала подарили маленькую такую гитару с маленькой мензурой. Но она... В общем, на ней можно было извлекать звуки. Потом, когда мы жили на станции Лось, ну, это вот, опять же, Ярославская жизнь с дорогой. Да-да-да. Но это не 101-й километр, когда высылали там людей в свое время. Но, тем не менее, это уже было окраина Москвы. И у нас в соседнем подъезде жила женщина, которая стала впоследствии моим преподавателем музыки первым. У нас тоже стояла пианино немецкая. Мама купила пианино, да? Большие деньги стоило оно. Нет, это было у нашего соседа Сергея Фомича, который впоследствии стал моим отчимом. Потом через какое-то время приходили люди, и я, значит, показывал им, как я научился играть на фортепиано. Потом я учился в музыкальной школе по классу фортепиано. Ну и потом пошло-поехало. Дальше я стал танцевать. А вы в музыкальной школе учились на фортепиано играть, правильно я понимаю? И это же очень скучно. То есть я вот прям помню, вот это вот, сделайте руку так, как будто у вас вот тут яблочко. Ну да, яблочко, да. Да, и вот это вот держите. Вначале не очень нравилось. Когда я уже начал играть по нотам, это мне стало нравиться. Но пианино такой инструмент, что из подъезда его во двор не вытащишь. Нет, никак. Поэтому появилась гитара, о которой я говорил ранее. Потому что гитара, инструмент, его можно везде принести, везде с ним появиться и так далее. И иметь ошеломляющий успех. Собственно, чем я занимался с детства. Вот, и я всегда... Жажду успеха. Да, ну как-то имел определенный авторитет в кругу своих сверстников. Футбол, хоккей, теннис. Надо много заниматься, тренироваться. А здесь ничего не надо делать. Шучу, шучу я, шучу. Да уж, музыке учиться, это труд тяжелый на самом деле. И когда мои друзья по двору меня звали играть в какие-то игры, я сидел дома и занимался. Вот этими скучными гаммами. То есть никто не заставлял, да? Просто сам сидел и занимался? Ну да, я уже делал это осознанно. Наверное, я сделал правильно. Ну, конечно, правильно. Скажите, пожалуйста, а в школе в общеобразовательной было интересно или там как раз и была скукота непреодолимая? Учился, когда мне этого хотелось. Иногда я ленился, потому что все-таки меня больше занимала уже в то время музыка. Я рисовал какие-то немыслимые сцены, что-то еще. Я представлял, что где-то я на сцене, даже когда мама давала мне какие-то там деньги купить молоко, допустим, и хлеб, я шел в магазин и с этой совоськой покупал эти пакеты за 16 копеек, такие были хлеба. И с этим я шел домой и все время представлял, что я на рояле играю там первый концерт, допустим, Чайковского и там что-то еще. И мне вот, значит, я вот представлял, что сейчас я вот сыграл, аплодисменты, я кланяюсь. Переходил домой и продолжалась моя жизнь и учеба. Как мне говорила мама, что без образования ты, в общем, никому не нужен. Не нужен. И потом, впоследствии, когда я стал уже заниматься гитарой, она сказала, что это все халтура. Говорит, ты халтурщик. Ты должен получить образование высшее. Ну, допустим, инженера, чтобы у тебя был такой поплавок здесь висел. Да-да-да, ромбик. И тогда ты вот будешь человеком. Но вы доучились до высшего образования, получили его? Я получил высшее образование, но уже чуть позже, когда я поступил после общеобразовательной школы. Там был еще у меня радиоаппарат строительный техникум, который я не закончил, потому что я туда пошел со своим другом, с которым я учился в школе-интернате. И после восьмого класса мы решили с ним пойти в этот радиоаппарат строительный техникум на Костомаровской набережной рядом с Курским вокзалом для того, чтобы конструировать различные музыкальные инструменты, какие-то усилители. Но с третьего курса я ушел, потому что мне это не нравилось. И потом я поступил в Московский институт культуры, в котором я даже получал стипендию. Сначала поступил на эстрадно-духовое отделение. А чем занимается эстрадно-духовое отделение? Обучают людей, которые могут дирижировать оркестром и так далее. А, научились дирижировать? Ну, в общем, да, иногда можно это сделать, что иногда делаю в своем коллективе. Отучившись три года, я не смог дальше учиться. Я перевелся на заочное отделение, поскольку я уже работал в «Веселых ребятах», и очень сложно было совмещать. Поэтому я ушел из института и уже вернулся, когда это был уже университет. И закончил уже... Режиссерской? Да, значит, как режиссер, постановщик. Вот этот диплом, он все-таки нужен был просто для того, чтобы мама не горевала? Ну да, главное, когда я принес ей диплом, вот этот вот такой вот ромбик, она была очень довольна, что она сказала, ну, наконец-то теперь... Да, ты стал человеком, я сказал, ну, слава богу, все. У меня отлегло от сердца. А вот когда вы в техникум пошли, в радиоаппарат строительный, мама что сказала? Что это ужасно? Нет, но она сказала, что, ну... Продолжай учиться там. Пусть будет, потому что у меня был друг Коля Чемотарев, и вот мы с ним учились в школе-интернате, опять же, в Министерстве пути и сообщения. То есть некоторые ответственные работники Министерства не имели времени, и они правильно сделали, что своих детей отдали туда заниматься, чтобы они не шалопайничали, не разгильдяничали, потому что было такое время, когда меня мама снова забрала из интерната, и я 5-6 класс начал учиться в общеобразовательной школе номер 1137. В общем, была такая история неприятная, и она решила все-таки меня обратно отправить. И меня... Неприятная с вами какая-то неприятная история произошла? Ну, да, там была история поножопщина. Подрались? Случилось это в пятом классе, когда у нас была девочка Таня Воробьева, и мы с моим другом Димой из нее вступились, у меня был нож, а Дима, значит, в этой драке вернул его ножом, и от сердца буквально там осталось два сантиметра, иначе могло быть хуже. У нас был привод в детскую комнату милиции, вот меня исключили из пионеров, я очень горько плакал, понимая, что жизнь закончилась, наверное. Ну, конечно, понятное дело. Ну, и меня отправили снова в интернат, ну, в общем, я взялся за ум, и сейчас и умный, и красивый, и добрый. И добрый, да. А в пионеры-то обратно приняли, Лёс? В пионеры меня приняли чуть позже, уже в восьмом классе, вот, а впоследствии я долго не становился комсомольцем, и комсомольцем я стал уже в армии. А в армию вы как угодили? После института или в процессе института? Да, это было до института. До института? Да. Я очень хотел служить в армии, ну, как-то патриот, да, я искренне хотел этого. Потом я стал играть на танцах в близлежащих подмосковных городах. У нас был ансамбль «Чёрные гитары», и всё это звучало на странном языке. Ну, в общем, к нам приходили поклонники, из Москвы ездили, но это было интересно, это, наверное, один из самых таких ярких периодов в моей жизни. И случались и потасовки, как к нам приезжали из Москвы ребята, и вот местные группировки, начинались вот такие столкновения, и до электрички, потому что у нас не было машин, нас провожали с милицией, так вокруг нас брали, и мы со стойками от микрофона ушли, чтобы... Защищаться? Ну, в общем, это было довольно часто. Слушайте, музыкант – это опасная профессия прям. Ну, поэтому я всегда занимаюсь спортом, и мне это помогает. Кто вам первый сказал, Лёш, ты крутой, ты вот, ты классно играешь, ты хорошо поёшь, ты молодец? Потом уже меня начали баловать, появились уже и поклонники, и как раз когда пришло время идти в армию, я что-то как-то расхотел уже идти в армию, вроде так всё наладилось, всё хорошо. Есть коллектив, мы играем, и к нам приходят люди, там на танцплощадку приходило, там по 500 человек набивалось. То есть это было невероятно. И музыку иностранную вы играете, да? Да, там уже мы играли всё, что нам хотелось, и нам это очень нравилось. В тот период я уже подумал, что, может быть, я и без армии обойдусь, но приходила повестка, потом другая, потом однажды в дверь позвонили, а у меня оставался мой звукорежиссёр. И мы спокойно, безмятежно спали, и где-то часов в семь позвонили в дверь, это на метро Бабушкинской, мама уже была на работе. В общем, я открыл дверь, и стоят два человека, один в штатском, другой военный. И вот он такой-то, такой-то, да, 18 лет мне, вот вам повестка, значит, завтра явится военкомат. Значит, пришла команда, что мы будем служить где-то под Москвой. И я очень обрадовался. Ну, конечно, недалеко. Пришла другая какая-то директива, нас, какую-то часть людей, отправляли на Дальний Восток. И я загрустил, а у меня уже подстригли, то есть сначала был лохматый, а потом я стал лысым, я хотел сбежать. И я ночью, значит, встал на этом призывном пункте и подошёл к зеркалу, посмотрел на себя и на свой облик лысого человека. Я подумал, ну, сейчас я кое-нибудь сбегу, чем это закончится. В общем, меня это остановило. Ну, это хорошо, потому что иначе попали бы вы за какое-нибудь дезертирство. Да, и на следующий день нас повезли в аэропорт Домодедово и на самолёте Ту-114 такой. И он прилетел в город Хабаровск, а тут уже нас распределяли по разным частям. То есть вы всё-таки служили на Дальнем Востоке, а не в каком-нибудь под Москвой? Да, я служил на Дальнем Востоке, спас к Дальней 4, там рядом китайской границе и много интересных вещей. Я попал в 46-й взвод, он считался музыкальным. Ну, у нас был такой оркестр, который назывался «Полёт», с которым мы объездили весь Приморский край. Однажды, когда я попал на гауптвахту, у нас был какой-то смотр музыкальный, и командир части сказал, что сюда его. Освободите его. Да, а на гауптвахте это было так довольно жёстко, потому что там издевались, как хотели. Там, допустим, когда выходили на построение, вдруг начинались там учебные какие-то мероприятия, типа вспышка слева, вспышка справа, надо было падать в грязь лицом, чем угодно. И иногда бывали такие марш-броски, километров по 15, в полной боевой выкладке, ещё в противогазе. Ну, то есть мы несли такую реальную боевую службу без дураков. И были и учения, и смотры. Но как-то мне больше вспоминаются весёлые моменты. Через железную дорогу от нашей части был сам город Спасдальний, где дымились трубы, был, по-моему, кирпичный завод. И там был ДК, где мы нам достали гражданскую форму и парики. У нас были вот такие парики. И мы ходили в Самоволково, там по субботам были танцы. Мы там, в общем, пристроились играть на танцах, ещё за это нам платили деньги. Слушайте, какие вы оборотистые ребята-то были. Вот этот наш капитан пришёл на вот этот вечер, и вот в этих лохматых парнях узнал своих солдат. Вот после чего меня посадили на Гоупахту. Вот там мы играли то, что нам хотелось. А в ансамбле «Полёт» мы играли песни, в основном «Туман, туман», «Слепая пелена», «Об авиатор». Об авиаторе. Да, в основном. И после этого, кстати, на моё место попал туда ныне известный музыкант, певец, шоумен и так далее, Валера Сёткина служил именно после меня в моей части. Вот дела-то. Когда вернулись в Москву, какая началась здесь в Москве жизнь? Самое интересное, что, наверное, всю жизнь запомнилась, 25 марта, ой, мая, меня забрали, и 25 мая, ну, тогда мы летели на самолёте, а обратно мы ехали поездом. Дембельский поезд – это отдельная история. Когда едут дембеля с Дальнего Востока в Москву, просто все разбегались, это был какой-то кошмар, потому что вот эта воля, вот эти все в медалях и так далее, и на всех полустанках, то есть народ знал, что едут дембеля, это был кошмар. И ровно 25 мая поезд пришёл на Ярославский вокзал, и оркестр, цветы, мороженое только-только всё рассвело, и это было, конечно, невероятно красиво, и я понимал, что вся жизнь впереди, она только начинается. Сейчас я тут дам жару. Ну и дал. Летом мы уже поехали в город Геленджик с аппаратурой в каком-то, не знаю, то ли в общем огоне, то ли ещё что-то, а у нас наша аппаратура, с которой мы ехали, она ещё была не готова, и мы всё это красили, там, чёрной краской, и бедные люди, которые ехали в этом огоне, это... Всё это воняло, да? Ну да, всё это воняло, я не знаю, как-то нас... А мы, мы, вот вы говорите, мы поехали, мы это кто? То есть кто были ваши модельники? Ну это модельники, это люди, с которыми я играл до армии, вот это... А, то есть вы опять соединились, так? У нас была такая достаточно жёсткая роковая музыка, и у нас ещё был Коля Горшков, который был звукорежиссёром, но иногда он пел песню, выходила такая... Любимый песню я пою, я люби ей, говорю, так ручки делал, в общем, и он очень любил свой этот номер, то есть он ждал всегда, когда это будет. Вообще он был звукорежиссёр. Ну и с нами ездили наши преданные друзья и поклонники. Геленджик, ребят, Коля Горшков руками, значит, делает, да? Это самодеятельность. Самодеятельность, да. А профессиональная жизнь когда началась? Уже после этого, буквально осенью, мне позвонили и сказали, что вот есть коллектив профессиональный, там вот мы ищем молодых ребят, которые могли бы по с нами поехать. И мы поехали в город Грозный, в филармонию города Грозного, и стали там работать в филармонии. То есть там были наши трудовые книжки, там успел поработать и Саша Барыкин, и Юра Антонов. Потом были и Добрый молодцы, и Самоцветы. Это долгая история, это и Добрый молодцы, и Самоцветы, и Пугачёва, и ансамбль «От сердца к сердцу», и потом уже «Веселые ребята». Да-да-да, «От сердца к сердцу», да. Это надо многосерийное кино нам снимать, да-да-да-да. Чтобы в этом рассказать. А Пугачёва откуда в вашей жизни взялась? Уговаривал, уговоривал, ну а ладно, пойду. На самом деле, было несколько по-другому. Мне мой друг, который уехал в Америку, прислал, значит, очень хорошую гитару, гибсон, лэспол, микрофон, шур. Многим ничего это не говорит. И МХР, такие приборы, которые преобразуют звук и делают его чудесным. То есть ничего не надо делать, так брянку, она сама играет. Ну так вот. И вот с всем этим набором чудес я пришёл к Али в коллектив, и начались наши гастроли. То есть мою функцию входило перед её выходом. Я пел четыре песни. Это был невероятный, ошеломительный успех. Случалось так, что, допустим, в городе Новокузнецке мы пошли, у нас было там по два-три концерта, пошли обедать куда-то. И мы не могли попасть на свой же концерт, там было оцепление, потому что был невероятный ажиотаж. Пожалуй, только у Магомаева такое было. Это такая колоссальная школа. То есть я выходил, пел четыре песни, и потом я вставал в заднюю линию, как бэк-вокалист. Да-да-да. А ушли вы оттуда? Почему от неё? Случилось так, что на фестивале «Киевская весна» там было в числе коллективов, коллективов приглашённых, веселые ребята. И на концерт в этот зал Октябрьский пришёл лазутчик от Павла Яковлевича Слободкина, некий Буйнов. Значит, и после концерта он подошёл и сказал, что «Чувак, значит, Павел Яковлевич хочет с тобой поговорить, познакомиться». Ну, я пришёл на беседу с Павлом Слободкиным, и он мне сказал, что «Ну, ты же знаешь, что у нас работала Алла, вот ты же хочешь быть таким же, как она?» Ну, почему он умел найти слова? Уговорил. Скал, что ты будешь нас играть на гитаре. Я перешёл в коллектив «Веселые ребята» гитаристом и певцом. Дмитрий Харатьян сейчас нам немного о вас расскажет. «Глызин» вообще является таким символом моей молодости, юности. Песня пройдящих артистов, мы её очень любили в своё время. Мало того, я когда служил в армии, в репертуаре нашего ансамбля, на всяких разных смотрах, выступлениях и так далее, и так далее. Вот эта песня «Бродячие артисты», мы бродячие артисты, мы в дороге тут день за днём. Вот с тех пор как-то вот он для меня такой действительно стал знаковым, Алексей Глызин, и эта песня. И вот спустя годы я познакомился уже лично с Алексеем и даже имел счастье с ним исполнить эту песню на моём юбилейном концерте. Так что у нас вот уже в репертуаре есть такой дуэт. Лёш, ну вот «Весёлые ребята» популярностью, я не знаю, по-моему, превосходили всех. Было время, когда это был просто Олимп какой-то, да, там, рукой не достать. И Слободкин, я лично его не знаю, но вот я много раз слышала от музыкантов и от разных людей, что он человек очень талантливый и очень непростой, но талантливых людей не бывает простых. Он совсем непростой. Вот. И вы такие все, тут Буйнов некий, здесь некий Глызин. Как вы сосуществовали вот в этих весёлых ребятах? Прежде всего был Павел Якович Слободкин, который за процессом следил. То есть это было как шахматная доска, на которой он своей пешки расставлял. Да-да-да, переставлял, стратег, да-да-да. Как ему это было нужно? Всегда, когда у нас не было гастролей, а гастроли у нас были часто довольно, в месяц по 60 концертов, в месяц. Но это в среднем. Потому что... Слушайте, это с ума можно сойти? Да. Первый концерт у нас там начинался, по-моему, в 9 утра. Там сменные вахты. И с 9, и где-то в 11 вечера у нас было по 6 концертов. А поскольку мы работали в двух отделениях и меняли костюмы разные у нас были, зачастую мы уже не понимали, не помни, какое же у нас отделение, какой концерт. Но это было... Но надо отдать должное Павлу Яковичу Слободкину. Даже когда у нас не было концертов, в Москве у нас были репетиции. Он все время нас тренировал. То есть у нас не было таких выходных. Они были крайне редко. Мы всегда собирались на базе. Для того, чтобы дисциплина была... Да, он все время нас держал в тонусе. Значит, вот вы там 12 часов в дороге. Потом вы пришли в рабочую столовую и 12 часов отпахали на сцене. И это первый день. А на завтра что? Вы просыпаетесь и все по-новой? Ну, то же самое, да. Как белка, которая крутится, там у нее орешки. Она их грызет иногда, а потом снова в колесо. А потом бежит, да. Вот такое ощущение, что это вот как именно та самая белка в колесе в этом. Сложно. Но мы всегда находили какие-то средства, чтобы друг друга подзадорить. Кто-то кому-то привязывал шнурки, кого-то закрывали в туалете перед выходом на сцену. Ну, в общем, смотри, какого-то человека нет. Его закрыли. Ну, всем смешно, а он там бедный. В общем, это всегда было. Максим Дунаевский. Прежде чем он что-то начал петь мое, прошло очень много времени. Сначала он взял старые какие-то вещи, спел хиты мои. Ах, этот вечер. Спел почему-то «Тридцать три коровы» заказал. Я не знаю, почему он вдруг захотел «Тридцать три коровы». Это детская песня. Мне нравится эта песня. Ну, удивительно. Он был прав. Вот у него есть чутье. У него потрясающее чутье на хит и на контакт со зрителем. Я присутствовал при его концерте в «Крокус-сити». Три тысячи или пять. Нет, пять тысяч. Пять тысяч. Зрители, понимаете, как в стадион. Пять тысяч. Во-первых, были раскуплены все билеты. Во-вторых, он три с половиной часа у него шел концерт, никто не шелохнулся, ползала рыда. Он дает такой эмоциональный, необыкновенный заряд публике, что я, ой-ой-ой, я таких артистов у нас и, может быть, раз-два и больше никого я не знаю. Вот скажите мне, пожалуйста, вы один из немногих артистов из советской вот этой эстрады, школы, совершенно верно, перешедший абсолютно органично вот в эти 90-е годы, переживший 90-е годы и в творческом, и во всех отношениях, и перешедший уже в новейшие времена. Вот скажите, пожалуйста, Дунаевский говорит, что это какое-то чутье, что вы редкий артист. Что за стратегию вы выбирали? Как вы ее выбирали? И выбирали ли вообще? Прежде всего, это, конечно, выбор репертуара. Мне повезло с авторами в свое время. Очень часто звонят композиторы, вот, не буду называть фамилии, там, вот, я такой-то, такой-то, я написал то-то, то-то, и предлагается материал, который, ну, это вот как, это как песня, там, «Зимний сад», или это как песня «Как ангел». Но в любом случае они не совсем понимают, что это уже было, уже лучше написать сложнее, да, а надо предлагать что-то совсем другое, и у них вот этот стереотип в голове, что вот артист именно это должен петь, а надо идти дальше. В любом случае что-то должно меняться, тем более, что это же не один, уже год происходит. Ну, и не одно десятилетие. Да, потому что из года в год, к сожалению, у нас происходит так, что на центральных каналах одни и те же артисты кочуют из программы в программу. Это уже раздражает зрителей и не всегда смотрят уже телевизор, как это было раньше, допустим, когда был новогодний «Голубой огонек», когда там, ну, условно говоря, там «Не волнуйтесь, тетя» звучала песня. В тот период вышло как раз огромное количество песен, там, песен восемь, которые ушли в народ, и вот это как раз было такой лакмусовой бумажкой, какая песня все-таки действительно достойна того, чтобы она ушла в народ. То есть надо что-то всегда менять, и главное, не надоедать, потому что даже самая красивая женщина может там через год тебя постылить, или там постоянное употребление там какой-то черной икры, условно говоря. Поэтому всегда надо иметь понимание того, что должна быть мера какая-то. Я дружу с двумя человеками, с Алексеем Глызиным и с Алексеем Глызиным. Абсолютно два человека. Первый по жизни – абсолютный разгильдяй, человек, забывающий все и вся, который наконец-то понял, что ему нельзя заводить ни кредитные карты, ни какие-то, ни телефоны дорогие, ничего. Все теряется, все остается, все кошельки кладутся на крышу машины и трогаются с места. То есть, понимаете, это вершина. Никогда не знаешь, вот, например, договариваешься с ним, никогда не знаешь, состоится это или нет. До последней минуты ты не знаешь. И мы часто очень ездим отдыхать. И, вы знаете, когда мы подъезжаем к аэропорту, вот, я не знаю, придет он на этот рейс или нет. Но что касается профессионала, это другой человек. Он 120 раз тебе позвонит. Он будет абсолютно пунктуально точно вовремя в это время. Он никогда не подведет никого, нигде и ни в чем. Это совсем другое. Он тебя достанет так, что ты уже проклянешь все на свете. Вот. Это, ну, совершенно другой глызин. Вот вам, пожалуйста. А вот этот человек, который все теряет, все забывает, кошелек кладет на крышу машины, сам садится в машину и уезжает, он вот с этим жестким профессионалом как уживается? Ну, как-то не договаривается, наверное. Мозг и все остальное. И твоя внутренняя натур должна иногда отдыхать. Вот именно в те моменты, когда это не нужно, я абсолютно расслаблен. Я могу оставить там где-то гитару в аэропорту. У меня такое бывало. Ну, и многое-многое другое. И в самолете забыть какие-то вещи и уехать. То есть вот такой безответственный тип. Ну, в этом смысле да. Но когда это касается моей профессиональной работы, то, ради чего вообще происходит моя жизнь, это совсем другое. Кто из этих двоих, разгильдяй или профессионал, принял решение уехать в Америку на 4 года? В какой-то период все как-то поднадоело. Начиналась эра ласкового мая, эра фонограмм, эра каких-то подмен, то есть вот это все настоящее куда-то просто вмиг исчезло. И я решил, ну, немножко отдохнуть. Это определенный экспириенс, имеется в виду опыт. Потому что я познакомился со многими известными музыкантами в Лос-Анджелесе. А когда вы уезжали, решив паузу какую-то взять, вы собирались там какие-то вершины покорять музыкальные? Или это просто было вот созерцание? Что я поеду и посмотрю, как там живут люди и как там работают музыканты? Зная уровень музыкантов, живущих там, я понимаю, что нам много-много надо научиться. И надо просто жить с этой музыкой, когда люди там в гаражах годами играют, сыгрывают. Потому что у нас как-то все это несколько поверхностно происходит. У нас все эти люди, которые стремятся, чтобы их заметили, вот там стать звездой, у нас стоит на каком-то проекте показаться там несколько раз. И все, вот уже она звезда. Ты должен совершенствоваться. И это не означает, что ты какая-то там звезда. Это у нас глупые вот эти вот понятия. Про звездность, про звезд. Это абсолютная ахимия. Поэтому не верьте в это. И не поддавайтесь вот этим вещам. Было много таких трагедий, когда люди... Поверив в это, да, сходили с ума. И не состоявшись, кто-то стал наркоманом, кто-то спился, кто-то просто умер. Поэтому примеров масса. Поэтому никогда не поддавайтесь вот таким вот разговорам о том, что вы такой великий, красивый, или ты такая замечательная. Вот это все глупость. Трудяга. Говорят, что не работающий козерог, только мертвый козерог. То есть он все время не боится что-то новое делать. Да, он может там похулиганить, он может полениться, он может выпасть там немножечко, выключить телефон, когда он кому-то обещал. Но ему все прощают, потому что в конце концов, он, как все русские, долго запрягает, но делает все вовремя. Синдром вечного студента такой. Леша думает, что мудрее я. Думаю, он заблуждается. Таким образом, на меня перекладывает какой-то груз ответственности и груз того, что я должна что-то принимать больше, чем он может принять. Соня, права во многом, потому что она сама человек, который никогда не позволяет себе лениться. Она все время в тренинге. То есть с самого раннего детства она отдала себя спорту. И сейчас этим занимается. Она тренирует команду «Мадонна», которая уже четырехкратные чемпионы мира по эстетической гимнастике. Она очень много работает. Она много работает, занимается вот этим спортом, спорт развивающийся, правильно я понимаю? Да, она постоянно ездит. Когда-то позвонили, она летит в Канаду, позвонили, она летит в Финляндию. Леш, а вот эту всю конетель, о которой говорил друг ваш Дунаевский, ключи теряет... Все врет. Да, о которой врет ваш друг Дунаевский. Ключи теряет, кошельки забывает. Слава богу, догадался карточки не заводить больше кредитные, потому что и их потеряет тоже. У меня не есть, я сейчас не помню, куда ты меня делишь. Куда ты делишь? Да, кто найдет, обращайтесь к нам в программу. Значит, смотрите, вот этой всей конетелью кто занимается? Она вот за вами, кто ухаживает? В самом примитивном, бытовом смысле. Вот за своим мужем ухаживаю я. Всегда. Это правильно. По-другому у нас просто не бывает, да? По-другому не должно быть. Человеку творческому нужно обязательно человеку, который будет координировать действия. Невозможно все это совместить. И это делает Соня, правильно я понимаю. Да, и даже вот по поводу программы, мы уже говорили об этом, по-моему, месяца два, я никак не мог доехать. Да, да, да. Это ужасно. Я говорю об этом абсолютно без иронии. Вот, но когда я прихожу, я думаю, боже мой, какое счастье, что я все-таки до вас доехал, и мне приятно, что... Спасибо. Ваш сын Игорь. Больше всего говорит о нем его пристрастие к обустройству на даче всяких оранжерей, садов, посадке цветов бесконечных. То есть постоянные какие-то ландшафтные изыски. Он не может остановиться, постоянно что-то ищет. Как мне кажется, его это пристрастие говорит о его сентиментальности. Очень открытый, честно говоря, доверчивый. О том, что он легко убеждаем, говорит то, что он иногда покупает вещи в телемагазине. Просто я вот иногда думал, кто же у нас покупает в стране вещи в телемагазине? Оказалось, что это мой папа и Лариса Гузеева. Он очень симпатичный парень, сын ваш. Прям очень. А он чем занимается? Он закончил ИСИ, Институт современного искусства, по классу режиссуры, режиссура звука. Возможно, он посвятит себя телевидению. Что касается музыки, мой сын со мной даже ездил на гастроли. Мне думается, что он более серьезный человек. Чем вы? Да, нежели я. Поэтому я не навязываю ему... Своё видение. Да, своё видение. Иногда он работает в музыкальном магазине, где приходит много людей, которые интересуются инструментами музыкальными. И он объясняет, допустим, какой инструмент купить, почему надо купить именно эту гитару или вот эти клавиши. Я думаю, что это очень полезно для именно его дальнейшего жизненного пути. Этот серьезный, эрудированный и умный человек, Игорь, он нам сказал, что вы любите цветы сажать. Да, это правда? Ну, это красиво. Это красиво. Смотрите, у нас тут для вас какой-то подарочек для вашего зимнего сада. Вау! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам большое, Алексей. Спасибо. Спасибо. Трудно представить себе что-то более ненадежное и мимолетное, чем популярность. Но Алексей Глызин смог завоевать истинную любовь своих почитателей. Долгую и верную. И вряд ли это просто везение. В Алексее есть нечто такое, за что его можно любить. По-настоящему. АПЛОДИСМЕНТЫ